Всех приветствую! Начинаю новый проект Административно-процедурно-процессуальный сериал Обращение в государственные органы Суть и идея сериала Показать, как государственные органы Реагируют на обращение граждан Сегодня у нас первый выпуск И будет он об аптеке в поселке Аксу Аптеке, которая отсутствует Рудник Аксу расположен в Акмольской области Подчиняется городу Степногорску 95 лет в Аксу добывают золото Ранний частный предприниматель Который занимался реализацией лекарственных средств Прекратил свою деятельность Его место никто не занял Жители остались без аптеки Вопрос отсутствия аптеки Выносился местным сообществом На встречах с населением Акима города И внесен в свод предложений и замечаний На видео запечатлен ответ руководителя В то время отделения Виамидис В городе Степногорске Ахильбекова Нурлана Салимовича И по аптеке Я в прошлый раз говорил на сходе Что раз мы собирались В помещение предоставляем Пожалуйста Войдите к человеку Забирались Узан Акима города Она собирала всех Людей Говорила о том Что вот пожалуйста Помещение есть Сюда поставьте Своего Как-то аптекарь Грубо говоря Пармоцерк Но Все кто имеет аптекарь В них не напишут Поэтому я сказал Если есть пармоцерк Пожалуйста После коллективного обращения Жителей города Степногорска А также близлежащих поселков К министру здравоохранения Ажар Геният Город посетил Первый вице-министр Солтан Газиев На мой вопрос Об обеспечении Лекарствами жителей поселка Он ответил Сторону представителя Виамидис Руслана Алексеева Это в каком Каких посолках Пожалуй Заводской Аксу Близлежащий Там врачебная была Вы можете открыть Соответствующий Аптечный пункт Изменения законодательства На прошлом году сделали 2 ноября 23 года В связи с тем Что после слов Первого вице-министра Не последовала Никакая реакция Я обратился К заместителю Акима Акмольской области Амриновой Которая курирует Вопросы Как раз таки Здравоохранения Второй вопрос Касательно аптеки В поселке Аксу Почему Виамидис Не может Открыть У себя На базе Поликлинику Артем Сергеевич Мы переговорили С Виамидисом Сейчас они Работают над этим Чтобы открыть Аптеку В поселке Аксу Сейчас смотрят Помещение Соответственно Чтобы Согласно с НИПом Привезти В соответствие Аптека В поселке Аксу Будет По срокам Я сейчас Позже вам Напишу Или позвоню вам Когда они Дадут мне Конкретные сроки Я думаю Что это в этом году Должно быть 18 марта 2024 года Данный вопрос Об аптеке В поселке Аксу Я задал уже Министру здравоохранения Аль-Назаровой Экмарал Шарипаевне Хорошо Пожалуйста Акмолинская область Кто представляет Экмар Шарипаевна Здравствуйте Аль-Назарова Экмарова Немножко технические Неполадки были Значит Касательно С Артем Сергеевичем Я лично Неоднократно Разговаривал Буквально вчера Мы крайний раз Разговаривали с ним Касательно аптеки В поселке Аксу Там проживает Порядка 2000 человек Населения Сейчас Значит Какое решение Принято Это СТО Виамидис Поликлиника Виамидис Города Степногорск Отработано У них Обращались Обращались Бизнес Сообщества Никто Никто Не хочет Ехать В поселок Аксу Считает Что это Нерентабельно И не хотят Открывать Там Аптеку Розничную Поэтому Как бы Решили Таким образом Выйти из этого Положения Хорошо Артем Сергеевич Как предложение Управления вам Ну мы уже Обсуждали Да В принципе Решение Оптимальное Единственное Хотелось бы Чтобы как-то его запротоколировать В рамках Министерства Здравоохранения Потому что Бывают ситуации Когда меняются Руководители Управления Либо Филиалы Виамидиса Чтобы это было Уже Конкретно И как бы Со сменой Руководства Ничего не менялось Да Обязательно Такой будет Составлен Ни протокол Ни личный прием Как вы видите Не принес Результатов Также Те договоренности Которые были С управлением Здравоохранения И которые Они Согласовывались Руководством Виамидиса В городе Степногорске Они Быстренько Все рассыпались После личного Приема Я снова Начал Обращаться О записи На личный прием К министру Но меня Записали К вице-министру Буркетбаеву Состоялся Личный прием 24 июня 24 года Меня зовут Артем Артем Сергеевич Артем Сергеевич Давайте 5700 человек Аптеки нет Да Нет Аптеки Сейчас Вопрос Париж Управление Здравоохранения Управление Здравоохранения Вот смотрите Ответствие С нормативно Правовыми актами В данном поселке Наверное И Врачебная амбулатория Сельская Есть? И Врачебная амбулатория Артем Сергеевич Да Да Есть поликлиника В поселке Вот Тем более Вот Я сейчас Поручение даю Комитету Медпармконтроля Чтобы они Данный вопрос Дали на контроль И организовали Столько вам времени Необходимо Чтобы пришли Этот вопрос Артем Знаете Здравствуйте Артем Здравствуйте Артем Уже Отвучил Этот вопрос Я вас не спрашиваю Я получаю Есть Звено Туличной Медико-Занитарной Врачебной амбулатории Сельская Врачебная амбулатория Будьте Добры Управлению Здравоохранения Дайте Получение Чтобы Соответственность С нормативно Больше Соответственность Тем Что Они Могут Специально На базе Врачебной амбулатории Артем Затем Вопрос Решили Срок Получается Месяц Через месяц Отчитается Коротко И сообщили Артем Вопрос Вопрос В течении В течение месяца Вам дадут Ответ То есть Мы Соответственность Нормативно Права Ими Которые Есть Во всяком Случа Юридическая Возможность Быть данным Населенным 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 прием уже к новому вице-министру Нурлыбаеву. Артем Сергеевич, добрый вечер, вы на связи буквально несколько минут, так как еще заявители у нас есть, вы это прекрасно знаете, мы с вами не первый раз. Если есть что добавить, мы вас слушаем. Вице-министр с нами на связи вас слушает. У меня вопрос к Министерству здравоохранения. Какое принято решение по своему обращению к министру касательно открытия аптеки в поселке Аксу. Ну и из-за моей ошибки я нечаянно отключил интернет и выпал с личного приема. Буквально через секунды какие-то я заново подключился. Не прошло и минуты, в принципе, но меня уже не приняли. Вопрос к аптеке в поселке Аксу. Какое принято решение Министерством здравоохранения после моего обращения к министру здравоохранения? На сегодняшний день тоже будет рассматриваться вопрос о том, чтобы укомпликтовать автомобиль и для реализации лекарственных средств, чтобы это было как мобильная передвижная аптека. К сожалению, тоже у нас этот вопрос не может решиться, так как сейчас в рамках ГЧП, который у нас работает организация Диаментис, то есть не получится реализовать данный проект, то есть есть там документы, которые, к сожалению, от антиподомбольного комитета касательно реализации этих препаратов, то есть тоже есть, к сожалению, проблема. 20 сентября я снова подал обращение о личном приеме, но меня снова передресовали к руководителю комитета медицинского и фармацевтического контроля. Личный прием должен состояться 22 октября, но я от него отказался, потому что хочу лично задать вопрос снова министру, почему ее протокол не исполняется и почему она не осуществляет контроль за этим протоколом и почему ее подчиненные не реагируют на обращение граждан. Я думаю, данный сюжет говорит сам за себя. Что-либо добавлять не имеет смысла. На городском уровне вопрос не решился. Управление здравоохранения Кмольской области, которая находится в, как считал, и Министерство здравоохранения, вопрос оставило открытым. Так как записаться премьер-министру на личный прием невозможно, я направил обращение в администрацию президента касательно вопросов аптеки и других проблем с больницей города Стекногорска. Посмотрим, рассмотрит ли это обращение администрация президента и какие придут ответы, и об этом снимем следующий сюжет. То есть будет вторая часть у нас об аптеке Аксу.